Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 3 октября. Вчера я выложила видеоролик из фотографий, который называла томаты, проверенные годами. Там несколько сортов, которые я действительно выращиваю уже не первый раз, а некоторые вообще из года в год. Но сегодня я вынуждена повторить этот видеоролик с озвучкой, потому что оказалось, что некоторые почему-то не смогли его прочесть. Хотя одни пишут, что мы можем прочитать, другие не можем прочитать. Сейчас я прочту и добавлю свои мнения и некоторые особенности вот этих сортов, которые я действительно уже знаю, как свои пять пальцев. И опять про пожелания. Кто-то хочет, чтобы вот в таком формате было, кто-то хочет, чтобы я озвучивала. Но вы поймите, что тогда вы пишете мне свои вот эти вот, кто-то даже требования пишет, не желания, а требования. Вы не забывайте, что я же не полноценный блогер. И, например, накладывать текст на видеоролик я еще не умею. Я до этого еще не дошла. И сейчас мне придется просто смотреть на монитор и читать. Больше никакого метода я не могу найти. Номер 81. Оранжевые сливки. Это среднеспелый сорт для пленочных укрытий, но я выращивала и в открытом грунте, с холодостойки. Как видите, плоды сливовидные, ярко-оранжевые, небольшого веса, 40-60 грамм. Он очень долго хранится. Рекордсмен по зимнему хранению. До января месяца пролежал. Вот это фото с подвала. 12 января. Очень хороший сорт. 88. Алые свечи. Индотерминатные, высокорослые. Обычно в теплицах выращивают. Плоды цилиндрические, розовые с носиком. 100-120 грамм. Хорошие такие, красивые, нарядные. Для цельноплодного консервирования. Но нужно и кушать. Алтайский оранжевый. 93 номер. Конечно, это крупноплодный, индотерминатный такой биф-томат. Сибирский сорт. Плод плоскоокруглый. 300-500 грамм даже. Очень сладкий, как и все оранжевые. Видите, 440 граммов у меня вырастает. 500 граммов. Сибиряк. Ну, это он же на разрезе. Ой, тут держать неудобно. Вкуснятина. 105-й. Мисс Америка. Совсем другой. Лист картофельный. Он ранний, он высокий. Плоды красные, круглые и стандартные. Вот как 100 граммовки. Они кистями. В кисти может быть 7, 8, даже 12 штук. Идеален для консервирования. Идеален для вяления, хранения, запекания. Вести можно в один, в два, в три ствола. Потому что он не очень крупный. Такой же вот Добарау черный, 120-й. Видите, он маленький, они такие сладкие. Когда лето, такое хорошее, солнечное, очень сладкие. Плоды сливовидной формы. 60-90 грамм. Конечно, для консервирования, опять же, для вяления, для хранения. Очень хорошо хранится. Холодостойкий, теневыносливый. 129, казанова. Ну вот это дамский любимец наш. Смешной такой сорт, индетерминатный, до 2 метров. Тоже сибирский сорт. Можно выращивать в теплице, можно выращивать в открытом грунте. Вот такой продолговатой формы могут быть очень большие. От 100 грамм до 200, до 250. Консервировать, запекать для зимнего хранения. Смотрите, какие красавцы. Гирляндами висят, очень урожайные. Ну, еще и смешный. Веселый такой сорт, томатик. Вот видите, я его запекаю. Кто-то просил рецепт. Рецепт есть на канале. Запеченные томаты. Черный мавр, 143. Такой же, как добарао. Черный, плоды сливовидные, шоколадные. 30-50 грамм, сладкие такие. Естественно, что он и хранится хорошо, и в консервации. Можно и кушать. Они такие, как мелкие томатики, очень удобны для детей. Которые малыши не могут осилить большой томат. Ему дайте маленький. Ну, а вот это, наоборот, крупноплодный. 145 полосатый шоколад. Он тоже эндотерминатный, высокорослый бифтомат. Плоды плоскоокруглые. Они такие снаружи шоколадный цвет и с зелеными полосками. 300-400 грамм. Могут даже 500 быть. Я выращивала и в открытом грунте, и в теплице. Очень сладкий. Ну, конечно, смотря какое лето, как вызреет. Но если хорошо дадите вызреть, объедение. Лампа Аладдина номер 146. Тоже эндотерминатный, среднеспелый. Плоды такие необычные, грушевидной формы вытянутые. Желто-оранжевого очень сладкие. Как они декоративно смотрятся. В прошлом году осенью снимала видео, как они осенью очарования, и они висели. Прям такие солнечные томаты, яркие, как штрихи в огороде. Грибное лакошко 166. Тоже необычный сорт. Он детерминатный, не очень высокий. Ну, наверное, метр, может, метр двадцать. И для теплицы, для открытого грунта. Плоды оригинальные. Вот такие очень гофрированные, округлые, красного цвета. Могут быть и 200, и 350 грамм. Они считаются, это не коллекционные, простые сорта. Есть вот такое грибное лакошко. Сейчас еще грибное лакошко золотое здесь же будет. Ой. И вот такое же золотое. Точно такие же. 200-350 грамм. Они также гофрированные все. Вот видите, красные и желтые. Очень красивые. Очень красивые в нарезке. Вот если для праздничных нарезок. И вот два похожих сорта, которые очень сладкие. 167 южный загар, 53 кенигсберг золотой. И про южный загар сейчас расскажу. Индотерминатные. Плоды вот такие перцевидные, оранжевые. Вес 200-400 грамм. Называют одним из самых сладких сортов вообще. Потому что он и кенигсберг золотой, и он отличается повышенным содержанием сахара. Лягушка царевна 168. Совсем другой сорт. Это экзотический зеленоплодный томат. Он среднеранний. Я выращивала и в открытом грунте, можно вырастить и в теплице. Высота примерно полтора метра. Плоско-округлые. Зеленые. И с таким бронзовым отливом. Видите, делаются, когда спеют бронзовый отлив. Вкус изысканный. Сладкий. И чуть-чуть какой-то как немножко с фруктовым. С какой-то немножечко кислиночкой. Вот видите, даже 320 лягушка царевна грамм у меня. Вот такая растерзанная лягушка царевна. Зеленая внутри. Необычный сорт. Черная лакомка 169. Черноплодный сорт. Среднеспелый. Он высокорослый. Для теплиц открытого грунта. Плоды вот такие тоже. Красно-коричневого цвета. Вес 150. Ну, могут до 200 грамм. Ну, сладкий. Вот именно что, как все черноплодные, вот такие все шоколадные томаты, они все генетически очень сладкие. 172 голицын. Скороспелый, детерминатный. Очень простой. Для открытого грунта. Плоды сливовидные. Красные. Масса 70-90. Конечно, для целенаплодного консервирования. Конечно, для засолки. Для всех видов переработок. Для осеннего хранения. Позднеосеннего хранения. Именно вот такие мелкие сливовидные хранятся дольше всего. Красота. Все стандартные. Нет ни уродов. Нет никаких-то загадка природы. 180. Индетерминатный средний ранний бекалор. Плоды округлые. Оригинальные расцветки. Такие желтые с оранжевым. Могут быть 300, 400, даже 500 грамм. Вот этот сорт очень сладкий. Он очень урожайный. Огромными вот этими плодами увешан. У меня в позапрошлом году все колия упали. Переломились даже деревяшки все эти пополам. До того была загадка природы такая рясная, крупноплодная. Мякоть вкусная, сладкая. С фруктовым таким ароматом. Ну, десертные томаты. И оксакамская драгоценность точно такая же. Номер 253. Это не русский сорт. Он также индетерминатный. Средний поздний. Плоды плоскоокруглые. Желто-оранжевые. Тоже бекалор. Тоже очень вкусные и сладкие. Она похожа тоже на загадку природы. Ну, или загадка природы. Похожа вот на эти все сорта. Они сверху желтые. Потом становятся красными шапочками. Потом какими-то такими штрихами красными. Ну, все. До свидания. Вот я откликнулась на ваши просьбы и озвучила. Кто хотел услышать голос, кто хотел как-то, чтобы вам прям готовое все рассказали. Кто не хочет читать, пожалуйста, смотрите. Если будет время, сейчас остальные с новинками тоже озвучу. Но вы поймите, если я не делаю озвучку, значит просто может быть у меня нет технической возможности. Если научусь, то отдельно буду записывать голос, отдельно видео, потом совмещать. Но вы понимаете, для всего, для этого нужно столько времени. И, конечно. И еще хочу секунду вашего времени занять. Вот Людмила Гладуненко написала. Кто это вам смастерил? И три восклицательных знака, и пальчик вниз я хочу ответить. Делаю все я сама. У меня на компьютере все это читается. А под каждого зрителя я подстроиться все равно не могу. И вот этот ваш комментарий, этот ваш вопрос, кто это вам смастерил с пальцем вниз, я считаю некорректным. Раз я делаю все сама и вы у меня на канале, относитесь немного уважительнее к автору. Я не обязана делать только тот формат, который устраивает лично вас. А люди, которые вот с пальцами вниз, могут спокойно идти на другой канал. Я могу вам даже помочь в этом.